Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Вот и подошло к концу наше лучезарное солнечное лето. Какая-то грусть легла на душу, но не будем уж очень печалиться. Осень ведь тоже прекрасная пора. Золотистая утренняя листва и высокое синее небо будут радовать глаз. А главное, осень – это совсем не конец чего-то хорошего, а, напротив, самое настоящее начало. Начало нового учебного года, который принесет много пользы и вашему уму, и вашему сердцу. Те знания, которые вы получите в детстве, конечно же, пригодятся вам в жизни. Как пригодились святым Флору и Лавру, память которых церковь совершает завтра. Флор и Лавр были родными братьями. Жили они во II веке по Рождестве Христовом. В детстве тоже, как вы, усердно ходили в школу, а потом также усердно учились ремеслу каменотесов. Когда они строили какой-нибудь дом, то в молитве нередко призывали на помощь святого архангела Михаила. Он иногда изображается вместе с ними на иконе. И архангел, конечно же, им помогал. Стали Флор и Лавр настолько искусными в своем деле, что даже именитые вельможи со всякой честью приглашали их на возведение своих дворцов. Построили они немало зданий в Римской империи, а затем переселились в Иллирию, это область на Балканах. Там, должно быть, хотели они укрыться от шумной городской жизни. Но, как говорит пословица, слава всегда догоняет умелые руки. И вот правитель соседней провинции, услышав, что знаменитые каменотесы поселились недалеко от него, немедленно приказал привезти их к себе. И думаете, что он им заказал построить? Языческий храм. Флор и Лавр поначалу смутились. Вот и призвал нас Господь к исповеданию христианской веры. Сказали они друг другу. Нам, крещеным во имя Христова, не подобает строить храмы идолам. А заявить об этом правителю, значит, идти на мученчество. Напомню вам, друзья, что во II веке заодно признание себя христианином можно было лишиться жизни. В обыкновение встали они вечером на молитву. И вдруг услышали небесный голос. «Стройте храм. Он будет освящен во имя Христова». Немало сему подивившись, братья усердно принялись за дело. Правитель дал им многих помощников. Все сплошь язычников. Но Флор и Лавр относились к ним с такой добротой и приветливостью, что мало-помалу всех обратили в христианство. Однажды пришел посмотреть на постройку сын главного жреца. Дивился он, как ловко работают руки каменотесов. Но вдруг, осколок камня, отскочив, угодил ему прямо в глаз. Раненый юноша закричал, что есть силы. На крик прибежал его отец. Увидев на лице у сына вместо глаза живую рану, он хотел сурово наказать работников. Флор же и Лавр сказали жильцу, «Есть у нас дома целебное средство. Отпусти к нам сына, и мы вылечим его глаз». Привели они юношу в свой дом и стали учить его, «Если хочешь снова быть здоровым, то уверуй в Господа Иисуса Христа, Спасителя всех людей». А юноша отвечал, «Нет, сначала исцелите мой глаз, а потом я уверую». Почти всю ночь святые братья молились Богу, чтобы не только уврачевал он юношу, но и просветил его душевные очи. После этого осенили они его больной глаз крестным знаменем, и чудо свершилось. Глаз стал здоровым, как прежде. Узнав об этом, уверовал во Христа, и крестился даже старый жрец, отец исцеленного юноши. А построенный храм и вправду был освящен во имя Христова. Однако недолго в нем пришлось послужить. Правитель области, закоренелый язычник, услышав, что многие окрестные жители приняли христианство, приказал казнить всех без разбору. Тогда и святые братья сподобились мученического венца за веру. Спустя много веков их нетленные мощи были обретены и перенесены в Константинополь. И вот что интересно, в год перенесения заметили люди, что почти по всей Византии прекратился падеж домашнего скота. С той поры началось почитание святых Флора и Лавра не только как покровителей зодчества, но и как стражей и охранителей коней. Ведь лошадь для крестьянина это главное сокровище. А уж если у кого кони пропадали, то бежали несчастные землепашцы в церковь святых мучеников. И пропажа быстро находилась. Святые мученики-братья Флор и Лавр всю жизнь трудились, не покладая рук. Своим неподражаемым мастерством воздвигли немало прекрасных зданий, а своим добрым нравом привели ко Христу множество людей. Так что и руками, и сердцем изрядно послужили они Господу. Будем же чтить их, помнить и праздновать их память. Храни вас Господь, мои хорошие! Субтитры создавал DimaTorzok